Всем привет! Вы на канале Скорости F1. Презентации болидов Формула 1 на сезон 2023 года продолжаются. И сегодня на очереди команды Феррари. Ну что ж, поехали! Презентацию болида решили провести не в стенах базы команды, а на открытом воздухе, собрав пять сотен тифозий на импровизированных трибунах. Их возвели на заводской трассе во Феррана. Новинка, получившая имя SF23, оказалась довольно похожей на свою предшественницу. Кроме типичного алого цвета, который Скудрия использует с самого своего рождения, на шасси есть и черные участки, на хала, боковинах кокпита, верхней части капота двигателя, боковой и верхней поверхности понтонов. И в принципе, ливрея выглядит очень даже привлекательно. Что касается технической части машины, то Феррари SF23 в целом является развитием своей предшественницы. Но с болида стал короче, оставшись при этом довольно тонким. Феррари остаются верны своей концепции боковых понтонов. При этом, как и в прошлом году, понтоны не уходят вниз трамплином к задней части. Сохранили итальянцы и концепцию очень узкой верхней части и большого плавника. Если говорить про состав пилотов команды Феррари, то он не изменился. За Феррари продолжат выступать Шарли Клер и Карлос Сайнц. Оба пилота остались довольны презентацией и надеются бороться за победы в предстоящем сезоне. На презентации новой Феррари SF23 присутствовал и резервный пилот Роберт Шварцман. Он рассказал, что помимо выступлений в европейском GT World Challenge, отработает две пятничные сессии свободных заездов в Формуле 1 за рулем Феррари. Новым руководителем команды после увольнения Матиа Бинота стал Фредерик Вассер из Альфа Ромео. Фредерик заявил, что понимает всю важность момента и верит, что победа должна достаться Феррари. Но после того, как нам показали новые машины итальянской команды, презентация не закончилась. Сразу после презентации новинка в прямом эфире выехала на трассу Фьоррана. Леклер выиграл жеребий за право первым сесть за роль SF23, но за это Сайнц получил возможность проехать три круга вместо двух напарника. Подводя итог всей этой презентации, хочу выразить свое мнение. Пожалуй, презентация в исполнении Феррари стала лучшей за последние годы. Все началось с интервью пилотов и других представителей команды на свежем воздухе, что уже является редкостью. После этого нам показали уже саму машину и сразу в прямом эфире провели обкатку. Просто потрясающе. Напишите в комментариях, понравилась ли вам презентация болида итальянской команды. Надеюсь, что 2023 год Феррари проведут так же здорово, как и представили свою машину до начала сезона. Лишь бы по ходу 2023 года обошлось без традиционных косяков и ляпов. Но все же, пока что сложно сказать, чего стоит ждать от легендарной команды Феррари в предстоящем сезоне. Более ясная картина будет только после тестов в Бахрейне, которые пройдут с 23 по 25 февраля. В следующем видеоролике речь пойдет о презентации болида команды Мерседес на сезон Формулы 1 2023 года. Не могу не напомнить, что вы можете подписаться на телеграм-канал Скорости F1, а также на паблик ВКонтакте. Все ссылки вы можете найти в описании. Ну а данный видеоролик подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока!